It's a kind of magic It's a kind of magic Привет, Блок! С вами Ржавый и Двое Отморозков. Это чё, опять в мой адрес камень кинули? Как так-то, а? А ты у нас прям гений! Да ладно вам, шуткую я! О чём сегодня говорить будем? О мамке твоей! Ха-ха-ха-ха-ха! Ой, как смешно, ща штанишки усеру! А поговорим мы сегодня на тему, кем хотел стать в детстве. Практически все люди в детстве мечтали о будущей профессии. Но, увы, по стечению обстоятельств это не выходит. Вот вы, ребят, кем хотели стать? Я хотел учёным стать. А стал кем? Мемом! В интернете! А я хотел стать детским воспитателем. Ну ничего, падра, служителям веры тоже хорошо. Ну да, пейте. Ну а я много кем хотел стать. То Росомахой, то Тони Старком. Нет, это ты говоришь про глубокое детство. Там больше безумия было, чем нормальных мыслей. Ну тогда мы говорим о подростковом возрасте. Да, где-то так, о подростковом. Хе-хе-хе, подростки. У меня всё проще происходило. В большей мере мои желаемые профессии были связаны с творчеством. И покорением Олимпа Славы. Ну, к сожалению, задатков к этой сфере у меня нет. Проще говоря, ты бездарность. Скорее всего, да. Ой, да ладно, у нас все бездарности. А лезут всё куда-то. Так что не только мне пришлось получать образование более распространённое. Чтобы уж точно не работать по этой специальности. Всё моё нутро. Лень. Отказались от этой задумки. Ну и что, пожалел, что не получил специальность? Знаешь, если посмотреть на нынешних миллиардеров, тирогениев, то многие из них кинули образовательное заведение. И что, по-твоему учиться не надо? Нет, я к тому, если тебе уж сильно не нравится, где ты учишься, то... Бросай всё и не мучай жопу! Грубо, но верно. На данный момент большинство людей работают не по профессии. Некоторые при своём высшем образовании стесняются, что они работают обычными рабочими. А некоторые с тем же высшим образованием задирают нос со словами. Негоже образованному человеку работать на той же работе, где и не учи без диплома. Ой, да знаем мы этих дипломированных специалистов. Закончат кое-как за шоколадку вуз и ходят в её жуются. Всё это к тому, что не нужно бояться работы, какой бы она ни была. Ведь труд из обезьяны сделал человека. И не нужно огорчаться, если у вас нет высшего образования. Без светлой головы вы и с образованием ничего не добьётесь дельного. Это значит, я тоже не потерянный человек? Конечно! Вас давно на погосте жду! Как бы ни были сладки желания в детстве о будущем занятии, жизнь сурова ко всему. И только упорство поможет вам реализовать ваши желания и цели. Нет, ну ты не силы тут задвигаешь. Ну ты сам-то работаешь. Конечно! И особенно вспоминается первая работа. Мне где-то было 16-17 лет. Я подрабатывал разнорабочим. И была одна работёнка. Я стриг газоны и кусты. Меня наняла женщина за неплохую сумму. Одним летним утром, выполняя свою работу, я услышал за спиной. Какой эстетичный молодой человек! Это были слова мужчины лет 60-ти. Скорее всего, это был муж той женщины. И да, к тому времени я был стройный потянут. За недолгим разговором он предложил мне попозировать. Представился он художником. И была предложена неплохая сумма. Подчёркивая юность и красоту, шёл третий день нашей работы над картиной. Он мне предложил выпить прохладительного напитка, и я отправился на кухню. И я решил посмотреть на холст, что же он там нарисовал. Этот старый извращенец не умеет абсолютно рисовать. А сосёт он ещё хуже. Я надеюсь, ты просто пошутил. Да, действительно, шутить ты не умеешь. Да не, шутка-то норм. Дядя Ботаник. Что такое, племяшка? У меня тоже мечта о профессии. Ну давай, говори. Я хочу стать проститутом и в жопу долбить. Эээ, ты чего? Кто это и сранен учил ребёнка? Падра, это ваши козни. Да, дурак на дураке. И кто ж мне только сценарий пишет? А, это ж я. На сегодня всё. Подписывайся на канал. Вступай в группу ВКонтакте. Там гэги. Ну, это коротенькие видюшечки с ботаником. Расскажи в комментариях, кем ты хотел стать в детстве. Ставь лайк и я прощаюсь с тобой. Уж извини, сегодня без танца.